приветствую всех любителей высокого искусства самозащиты и сладкой науки нанесения мощных и акцентированных ударов всем тем кто пережил вместе с нами вечер субботы и ночь воскресенье большой респект ну а соням за соням которые проспали все и вся мы поможем окунуться главные поединки этого боксерского уикенда в майн-эвенте вечера бокса от эдди хир на его матч-рум боксинг юйкей состоявшегося на сс и арена что в уэмбли лондон англия 24-летний континентальный чемпион по версии wb во втором среднем весе конор разрушитель бен во второй раз защитил свой титул победив решением судей 33-летнего себастьяна фармелла конан начал поединок уверенно зло и жестоко полностью контролируя раунд он как успешно встречал себастьяна также успешно и добавлял ему в ответ фармелла надо отдать ему должное закусился но явно не смог справиться со скоростью и плотностью ударов бена во втором раунде фармелла продолжил быть жертвой атак конора себастьян просто но не имел необходимого количества динамита в варежках чтобы обломать воинственный напор бена конор абсолютно не обращал внимание на те удары которые наносил себастьян бэн их проглатывал и продолжал размашисто и тяжело разбивать фармелла третьем раунде бен настолько увлекся нанесением ударов и освобождением из опнимашек от фармелла что зарядил локтем под подбородку себастьяна ну который как раз и в очередной раз на него и налетал это вынудило рефери поединка боба вильямса остановить бой и рассмотреть себастьяна и после продолжения поединка бен стиле пикабу поиграл с фармеллой а так и не дав тому нанести по себе хоть одного прицельного удара четвертого раунда бен начал использовать пикабу перемежая защиту уклонами на месте с мгновенными атаками от положения и без какой-либо подготовки зрелищности поединку это конечно же не добавляло уж слишком много пауз и слишком мало атак и стои с другой стороны впрочем ну и этой малости хватало чтобы бен уверенно выигрывал раунд за раундом удары бена больше находили цель поскольку фармелла все же больше думал о том как не попасть под бомбы конора пятый раунд и снова быстрый двойной тройной джеб бена и подхват им атаки сериями размашистых боковых фармелла удачно отрабатывал в окончании атак конора и в редких паузах между атаками бена но основная плотность и точность была на стороне конора но и пятый раунд был наверное в этом поединке максимально конкурентным но опять же потому что было очень много пауз и если честно фармелла просто успевал больше сделать нежели смог сделать бен в шестом раунде бен и фармелла разошлись не на шутку на агрессию конора себастиан ответил точными но не слишком мощными ударами бен просто их не замечал продолжая двигаться вперед и наносить размашистые боковые быстро и точно а вот начиная с седьмого раунда бен все больше и больше начинал показывать признаки усталости нет нет он по-прежнему работал первым номером выбрасывал много ударов но вот плотность его атак заметно упала и пусть конор и сохранял количество точных ударов в раунде но те паузы которые он брал позволяли формале отыгрываться иногда сериями довольно точных ударов в каждом из раундов конор удавалось наносить двойку которой он замораживал и раскрывал себастиана вот только удачно продолжить атаку бену не удавалось место работы по целям он бросался в размашистые удары напрасно тратя силы финальном раунде общий расклад боя не изменился себастиан защищался стараясь сработать в ответ а конор уверенно и мощно отрабатывал в эпизодах но странным было одно даже имея перед собой раскрытого бена формела только показывал удары хотя мог довольно таки здорово рубануть соперника результат боях как мы и предполагали не стал сюрпризом победах конора бена на картах всех трех судей и после поединка конор бен довольно зло бросил вызов интернациональному чемпиону по версии wb и джошу келли и даже потребовал от эдди хир на как можно быстрее организовать ему этот бой на что хир устало и разумно возразил дескать давайте закончим этот год а потом уже будем строить планы на год 2021 ранним утром воскресенье 22 ноября на арене степпл центр лос-анджелес калифорния майн-ивенте вечера бокса 31-летний хавьер фортуна победил техническим нокаутом шестом раунде 30-летнего антонио лосада фортуна начал поединок очень и очень зло заставив лосада буквально прятаться от его прессинга и ударов в экваторе раунда фортуна размашистым ударом левой заставляет лосада откинуться на канаты и начинает его там забивать ударами особо не заботясь насколько хорошо они летят на цель 20 секундный спурт закончился ударом левой фортуна причем открытой варежкой но мощи хватило чтобы лосада присел на свой филей быстро поднявшись и побив счет рефери джеральда уайта и и лосада сумел достоять до гонга во втором раунде фортуна хотел было продолжить свое доминирование но лосада был готов к этому начав отыгрывать на ногах и держа фортуна на кончике своего джеба выбирая момент для удара правой фортуна же глубоко и с прибором положил на все потуги лосада упрямо лез вперед ища момента для своего удара левой в третьем раунде казалось что фортуна потерял взрывную начальную скорость он отстаивался на средней дистанции выбирая цели на лосада чем тот и пользовался нанося довольно прицельные свои удары и причем удары были настолько открыты что просто удивительно как фортуна их не видел середине раунда фортуна отправляет ударом левой на канвас лосада во второй раз но рефери джеральд уайт показал что нокдауна не было поскольку лосада просто споткнулся переднюю ногу хавьера поединок продолжился фортуна попытался вспыхнуть с пуртами но разрушительного успеха его удары не имели четвертом все повторилось как под копирку предыдущих раундов активный и плотный старт фортуна дела сада пропускает кучу ударов уперевшись спиной в канаты пауза в которой фортуна отстаиваться на дистанции и позволяет этим лосада отыграть несколько ударов и в конце раунда снова агрессия от фортуна которая так и не находит реализации в точных ударах после пересечения экватора поединка фортуна продолжил безалаберничать работая от положения и абсолютно не обращая внимание на потуги лосада сделать хоть что-то опасное или просто путные в шестом раунде когда казалось бы ничего странного произойти не должно хавьер подзапирает лосада возле канатов угла и наносит широкий боковой правой который пролетает мимо однако это заставляет лосада убрать голову вправо и в этот момент фортуна попадает широким боковым ударом левой лосада буквально падает в раскрытые объятия рефери джарада уайта вынуждая того остановить поединок после боя хавьер открыто бросил вызов чемпионом легкого веса заявив что если они дескать не выйдут в ринг против него то они трусы и никакие чемпионы но поскольку на арене не было ни чемпионов не зрители то слова фортуна просто повисли в пустоте такой вот обзор поединков уикенда надеюсь он вам понравился ну а я прошу вас заходить в youtube находить наш канал зеринг шоу подписываться на него делиться нашими видео жать на колокольчик чтобы быть в курсе всех событий оставлять свои комментарии и лайки заходить на наш информационно-аналитический ресурс the ring show . ком искать информацию на социальных сетях и пабликах писать нам на адрес нашей электронной почты the ring show собака gmail.com внимание ссылки на полные версии поединков находятся как в описании этого видео так и в комментариях под ним качайте смотрите наслаждайтесь ну а я прошу вас заботятся о себе своих родных и близких беречь себя и их и помнить где бы вы ни были чтобы с вами не случилось все всегда будет бокс